всем привет начать я хочу с воспоминаний об одном комментарии который меня как-то задел неприятно я к стыду своему заблокировал этого пользователя но он не единственный таких людей много и я их воспринимал достаточно спокойно но в какой-то момент уже просто надоело стало невозможным все это хватит это черпеть как говорят некоторые на самом деле наплевать абсолютно и терпеть все мы будем эту штуку всю свою жизнь но человек написал про ролик в котором я говорил о группе кино где мол вы все юлили юлили хотели монетизировать свое творчество и в конце концов монетизировали развалив советский союз то есть вот такого унылого поганого бреда вонючего я наслушался довольно много но вот я уже повторяю что вот эта штука просто уже просто уже пипи перед пипи перекипела перри переполнила чашу моего терпения по поводу монетизации вот я хочу всем таким дебилом уродом и придурком вроде этого господина сказать что ты идиот мыслишь категориями экономики в музыке ни черта не понимаешь и никогда не поймешь ни в музыке не в литературе не в искусстве ни в каком не в кино не в театре вообще ни в чем тебя интересуют только деньги поэтому ты все свои желания проецируешь на всех окружающих кроме денег в тебе нет ничего в твоей голове только об этом ты думаешь только об этом только это чувствуешь это ты когда выходит новый фильм новая картина спрашиваешь а какой бюджет у этого фильма а сколько украли когда снимали этот фильм когда строят мост ты говоришь а сколько украли денег когда построили этот мост когда устраивается какой-то фестиваль то спрашиваешь а сколько денег украли на этом фестивале ну конечно распил конечно распил в голове твоей распил придурок вот что я хочу Сказайте, тебе в голову никогда не придет То, что люди Просто хотят играть на гитарах Какая Матерное слово Монетизация была в Советском Союзе У музыкантов, которые играли в рок-клубе Какая монетизация была Идиот, болван, дебил Ничтожество Никакой монетизации Играли, потому что хотели играть И тебе в голову никогда не придет Что люди просто хотят играть на гитарах Сочинять песни красивые Показывать их друзьям Играть для себя и для друзей Чем мы занимались с Виктором Цоем И чем я занимаюсь до сих пор И когда мою группу приглашают на фестивали За которые платят деньги Мы никогда не отказываемся Мы играем на фестивале и получаем эти деньги Но мы никогда ничего не просим И сыграв на фестивале за деньги Мы на следующий день играем в клубе бесплатно И через два дня играем в клубе И через три, и через неделю, и через месяц И записываем альбом На свои собственные деньги Идиот, дебил, ничтожество, подонок, мерзавец, подлец Вот так Про русских артистов И про других артистов Которые не стремятся монетизировать свое искусство А на самом деле таких большинство Потому что люди начинают играть в группах Не для того, чтобы заработать денег Поверьте уж мне А для того, что им А из-за того, что им нравится играть А они музыканты Им нравится эта штука И деньги зарабатывают в конце концов И продают пластинки И мы слушаем пластинки тех групп Тех музыкантов Которым нравится то, что они делают А если человеку не нравится то, что он делает Этот человек никогда не станет большим артистом И никогда его пластинки не будут сверхпопулярны Музыка такая штука тонкая достаточно Она вышвыривает из себя Тех, кто просто рубит бабло Ну, хотя достаточно включить телевизор И увидеть легион таких личностей Но их через неделю забудут Ну, через год Ну, через пять Ну, через десять И помнят их только из-за того, что телевизор Искусственно вдалбливает Искусственно повторяет Одну и ту же вот эту погонь Всякую мерзкую, которую Мы видим зачастую в стиле экрана Если бы не эта штука, не экран Не было бы близко этих музыкантов Певиц, певичек Нигде бы даже никому они нахрен не нужны были Так вот, о тех, кому нравится играть Я заболтался немножко Меня, кстати, упрекают часто Что я не говорю о русских артистах Вот, пожалуйста, русские артисты Группа из Барнаула Называется она Sonora Sunrise The Road Through The Canyon Пластинка записана в 2016 году в Барнауле Вышла в 2022 году в Америке В компании Trail Records Опять скажут Не патриотично записывать в Барнауле музыку А выпускать в Америке А все потому, что вот эти вот Бездарные совершенно Певицы и певцы Которые за деньги Изображают из себя артистов В телевизоре у нас находятся А рекорд-компания зачастую не рискует Выпускать такую музыку Ну, которая мирового уровня на самом деле Это русский рок Настоящий Настоящий русский рок Пластинка действительно мирового уровня по музыке И Но почему-то вот не рискуют наши Да Рекорд-лейблы связываться с настоящей хорошей музыкой Вот такой красивый Красивое яблочко Такое замечательное Итак Саша Цалихин Выпустил вот этот альбом Замечательный Trail Records Если что Распространяет свою музыку в интернете Поэтому вы легко можете найти альбом Sonora Sunrise The Road Through The Canyon Послушайте его И Убедиться в том, что я вам не вру Для начала я прочитаю То, что написано в буклете Sonora Sunrise Is a Russian band from Altai По-русски буду дальше Sonora Sunrise Русская группа с Алтая Алтай – это секретная земля С удивительными горами С удивительными песчаными пространствами С удивительной природой И группа хранит секреты Старых шаманских ритуалов Культуры и дикой природы Культуры и дикой природы этой земли Культура и дикой природы этой земли Вдохновила музыкантов на запись этого альбома Sonora Sunrise Music Музыка Sonora Sunrise Это свет и ветер с гор Иногда Это дыхание пустыни Альбом полон мистики И атмосферы Алтая Пустынь и высоченных гор Группа использует в своем творчестве Очень много звуков В частности Я не буду такие общие слова говорить В частности Гитарист играет на Fender Stratokaster Deluxe Epiphone Casino Гитара и бас Ну я не буду перечислять Гитара и бас Да, комбик и модель гитары Но вот интересно Интересна синтезаторная часть Soviet Synthesizers Aelita Polyvox Rhythm 2 Maestro Вот эти вот синтезаторы Использованы на записи Альбома Sonora Sunrise Еще раз говорю Aelita Все помнят такой синтезатор Polyvox Rhythm 2 И Maestro И американские синтезаторы Ensonic Ensonic Esq1 Ensonic VFX И ударные тама Понятно, да? Артем Демидов Гитара Звуковые пространства Дмитрий Шершнев Клавишная гитара Алексей Шупелов Бас-гитара И Виталий Харт Драмс Вот эти замечательные Алтайские парни Из Барнаула Что я могу сказать о пластинке? Пластинку послушайте Найдите ее Послушайте Она достойна того Чтобы потратить на нее Хотя бы час своего времени Ну, учитывая Прочитывание буклета И всего остального Это очень хорошая музыка Это инструментальный альбом В одной пьесе только Под названием Каньен Поет Где же она поет? Поет девушка Короче говоря Сейчас я найду Как ее зовут Катя Злобина Вокал Кати Злобиной Записан позже Чем записана Инструментальная часть Записан в Индии На Гоа Артисты съездили Записали там вокал Кати Злобиной Приклеили его К фонограмме Получилось очень естественно И дико красиво Welcome to the sand land Первая вещь 11 минут Начинается С таинственных голосов Говорящих на непонятном языке А потом уходят В нечто Напоминающее Отдаленно напоминающее Я все время Скатываюсь к тому Что напоминает что-то Но метод сравнения Единственные К сожалению У нас Для Какого-то Для получения Какого-то представления О том Что здесь Изображено Что здесь Записано Что мы услышим Отдаленно напоминает Pink Floyd Периода Наверное Периода Концертной части Пластинки Ума Гумма Set the controls Of the heart of the sun Да И периода Медл Наверное Где-то Только лучше На мой взгляд На мой взгляд Лучше Такие вот Звуковые Пространства Звуковые полотна Можно это назвать Пиходелии Как угодно Можно называть Где-то Может быть Похоже на Tangerine Dream Но Очень отдаленно Это опять-таки Я так за уши Притягиваю Знакомое название Это рок Это барабаны Это Круглый Настоящий Такой Бас Без этого Железа Без слэпов Без примочек Таких вот Исказителей Круглый Мощный Гудящий Кстати У Tangerine Dream Никогда не было Такой басовой Атаки Как здесь У них Есть басовая Атака Мощная Синтезаторная Но Такой Круглоты Такого Такого даба Которая 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 Присутствует Все Все время Как дюны С басовым Круглоты просто не с той стороны подходили к этой штуке это звучит потрясающе poison первая вещь на второй стороне адский рок адский рок напоминающий иногда космические вещи группы hockwind все инструментальное я повторяюсь до гитара бас синтезаторы выплывают дуэт синтезатора с гитарой прекрасный переходит каньон с вокалом кати злобиной не хочется говорить что это атмосферная вещь потому что это тоже банальщина это очень красивый какой-то бокал напоминает облака какие-то которые вплывают в поле зрения и ты за ними следишь они плывут плывут одно сменяет другое 3 4 5 вот это вокал злобины здесь и все это под музыку sonora sunrise и millions of snakes финальная вещь просто финальная вещь очень качественно все распределено на альбоме опять же с удивительным тембром гитара которая играет немного но иногда выдает сложный пассаж форшлаги но это все не нарочито это все тонко и потрясающая работа со звуком люди настолько чувствуют звук настолько его любят что ну это за это удивление и они делятся с нами этим звуком и это я повторюсь стоит того чтобы потратить хотя бы время на прослушивание этого альбома парни из барнаула русский рок рок жив sonora sunrise пойду за них выпью пока